И снова всем здравствуйте! И сегодня будет видео о такой важной штуке, как емкость аккумуляторной батареи. Да, та самая емкость, которая написана на корпусе аккумуляторной батареи, выражена в ампер часах. И именно, как правило, по емкости вы и покупаете аккумуляторную батарею. Потому что производитель вашего автомобиля как раз таки и рекомендует при выборе аккумулятора ориентироваться на емкость, которую он указал в инструкции к вашему автомобилю. Да, именно так оно и происходит. Емкость одна из самых важных характеристик аккумуляторной батареи. Именно по емкости аккумулятор и выбирают для автомобиля, и именно потому что емкость аккумулятора со временем упадет и станет недостаточной, вы этот самый аккумулятор и выбросите. Когда пришло время распрощаться с вашим аккумулятором и при какой остаточной емкости его надо выбраковать, видео было. И без труда можно его посмотреть, кого это интересует. Ну а мы идем дальше. Емкость. Самая важная характеристика аккумуляторной батареи. Именно емкость должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить несколько попыток пусков вашего двигателя. Как правило, аккумулятор должен обеспечивать продолжительность пусков от 5 до 15 секунд, в зависимости от той методики, которую вы изберете, и обеспечивать количество пусков от 3 до 6. В среднем общая продолжительность пусков равняется где-то 30 секунд. Это может быть 6 пусков по 5 секунд или, допустим, 3 пуска по 10 секунд. И, конечно же, немаловажным параметром при этом являются пусковые токи аккумуляторной батареи, которые она способна отдать. И вот эти сами пусковые токи, которые обозначаются на корпусе аккумуляторной батареи, такими вот загадочными цифрами, напрямую, конечно же, зависят от емкости аккумуляторной батареи. Все очень взаимосвязано. И чем больше емкость аккумуляторной батареи, тем больше она способна отдавать стартерных токов. Если проще, чем больше ампер часов, указанное на этикетке аккумуляторной батареи, то, соответственно, тем больше будет цифра пусковых токов. Так что же такое все-таки емкость? Емкость аккумуляторной батареи – это количество электричества, которое выражается в ампер-часах, которые указываются на этикетке. Или, возможно, оно будет выражено в других единицах. То есть, это количество электричества, которое отдает полностью заряженная аккумуляторная батарея при непрерывном ее разряде до определенного предела. Каким будет именно этот предел, зависит, конечно же, от методики, по которой определялась емкость аккумуляторной батареи. И вот на эту методику, то есть на ГОСТ, по которому определялась аккумуляторная батарея, надо обращать особое внимание, потому что при покупке аккумуляторной батареи можно повестись на большие циферки красивые и в результате получить совсем не то, что хотелось. А производители аккумуляторных батарей, знаете ли, любят приукрасить? Возможность такая у них есть, потому что емкость можно измерять разными способами, смотря, какую характеристику вы хотите узнать. Ну а теперь пройдемся по основным видам емкости. Емкость в аккумуляторной батареи бывает номинальная. Именно то, что вы видите на этикетке большими цифрами. Допустим, 60 Ач. Притом эта емкость 60 Ач может быть выражена при 10-часовом разряде и при 20-часовом разряде. При теперешних аккумуляторных батареях и нынешних ГОСТах, как правило, пишется в 20-часовом разряде. В чем разница, если взять две аккумуляторные батареи? На обоих написано 60 Ач. Но одна определялась по методике 10-часового разряда, а другая по методике 20-часового разряда, то несмотря на то, что на них обоих написано 60 Ач, при 10-часовом разряде это будет 60 Ач истинных, а при 20-часовом разряде это будет всего-навсего 53 Ач. А есть еще такая величина, как резервная емкость аккумуляторной батареи, которая тоже указывается на этикетке. Иногда может быть указано, а может быть нет. И то есть, эта величина отображает, сколько ваш автомобиль может работать на аккумуляторной батарее, если у него не работает генератор, то есть нет подзаряда. И, конечно же, резервная емкость тоже напрямую зависит от номинальной емкости. Все величины взаимосвязаны. Чем больше номинальная емкость аккумуляторной батареи, тем, соответственно, и больше резервная емкость аккумуляторной батареи. Но ни номинальная емкость, ни резервная емкость не отображает того, насколько ваш аккумулятор может долго крутить стартер, то есть работать в стартерном режиме. То есть, сколько по времени может аккумуляторная батарея отдавать стартерные токи. именно стартерную емкость производительных аккумуляторных батарей никогда не указывают на этикетке и именно она и является главнейшей характеристикой аккумуляторной батареи насколько аккумуляторной батареи долго может крутить стартер вашего автомобиля это самая главная емкость вашей аккумуляторной батареи потому что ваша аккумуляторная батарея на автомобиле не тяговая а стартерная и И конечно же, чем больше величина разрядного тока, тем меньше емкость аккумуляторной батареи. Например, если взять батарею 60 Ач, то при разряде током 180 А батарея будет иметь емкость всего-навсего 16 Ач. А если аккумуляторную батарею разряжать еще большим током, то ее емкость еще больше упадет. И вот как раз от стартерной емкости аккумуляторной батареи очень тесно зависит такой параметр, как ток холодной прокрутки. Да, именно тот самый ток, который и обеспечивает проворачивание вашего стартера при низких температурах по ГОСТу соответственно минус 18 градусов. И если стартерная емкость аккумуляторной батареи не обеспечивает зимой в холодную пору ток холодной прокрутки, то соответственно ваш стартер вращаться не будет и двигатель вы не заведете. И именно если вы не понимаете смысла параметра тока холодной прокрутки, который зависит от стартерной емкости аккумуляторной батареи, то когда ваша батарея придет в негодность и потребует диагностики или вы обратитесь на аккумуляторный сервис по гарантии, то на вашем незнании вас как раз там и обдурят. Вам покажут чудесную нагрузочную вилку, покажут то, как прекрасно ваша аккумуляторная батарея держит нагрузку под нагрузочной вилкой, но тем не менее на автомобиле ваш аккумулятор стартер не вращает. Но нагрузочная вилка покажет, что все хорошо, все прекрасно, и вас отправят ни с чем и где-то там в глубине души вы конечно будете понимать, что вас где-то обманули, но где именно не понимаете и сказать вам будет нечего, потому что вы же сами своими глазами видите, что нагрузочная вилка показывает, что все хорошо с вашим аккумулятором, вам этот аккумулятор втюхают назад и вы себе пойдете домой не солоно хлебавшим. Так вот подписывайтесь на этот канал, чтобы знать, где вас обманули. Ну и немножко для того, чтобы понимать, как вас обманывают. Ну и конечно же надо знать, от чего зависит эта самая емкость, которая является наиллаганнейший характеристикой вашей аккумуляторной батареи. Ну и как я уже сказал раньше, стартерная емкость аккумуляторной батареи очень сильно зависит от разрядного тока. Чем больше разрядный ток, тем ниже емкость аккумуляторы. Если стартер вашего автомобиля по характеристике потребляет 200 ампер, а аккумуляторный делмастер тысит вам 100 амперную вилку, то шлите его куда подальше. потому что он вас нагло обманывает потому что чем больше разрядный ток и интенсивнее идет разряд тем больше электролит не успевает проникнуть во внутренние слои активной массы пластин и в химической реакции участвует только верхние слои обмазки пластин поэтому разрядный ток 200 ампер и 100 ампер это как говорят две большие разницы зависит емкость аккумулятора также от плотности электролита то есть сколько кислоты есть в водном растворе электролита и чем больше там кислоты то есть чем больше плотность электролита тем больше емкость аккумуляторной батареи и соответственно аккумуляторной батареи лучше крутит стартер ну и конечно же не последнюю роль играет температура самого электролита при повышении температуры электролита на 1 градус по цельсию емкость аккумуляторной батареи вырастает как минимум на 1 процент соответственно чем холоднее электролит аккумуляторной батареи тем меньше емкость аккумуляторной батареи тем хуже крутит ваш стартер но об этих нюансах и как заставить вашу аккумуляторной батареи крутить в мороз видео было тоже можно посмотреть без проблем ну и конечно же емкость аккумуляторной батареи напрямую зависит от размера и количество пластин в аккумуляторной батареи чем больше суммарная площадь пластин аккумуляторной батареи тем больше емкость тем больше она отдает тока поэтому аккумуляторной батареи на 190 ампер часов неизбежно будет отдавать току больше чем аккумуляторной батареи на 60 ампер часов как ни крути ну и не трудно догадаться что чем больше батареи больше в ней пластин тем она больше весит и больше по габаритным размерам да так она есть а если например взять две одинаковые по размерам аккумуляторной батареи но разные по весу то есть одна легче другая тяжелее то то аккумуляторной батареи которая тяжелее соответственно будет только давать больше чем та которая и легче так вы конечно же подумали но на самом деле не обязательно так оно и будет потому что емкость аккумуляторной батареи также зависит от того как ее сделали а именно от того как сделаны поры в активной массе пластин чем больше поры и больше их размер то есть они шире и глубже тем больше емкость аккумуляторной батареи но тем больше хрупкость аккумуляторной батареи чем больше поры тем лучше она отдает ток но при этом она имеет меньший ресурс и более хрупкая. Поэтому хорошая аккумуляторная батарея должна иметь здоровый баланс между тем, сколько она отдает тока и между ее надежностью. А еще емкость аккумуляторной батареи зависит от сульфатации, в том числе от остаточной сульфатации при изготовлении аккумуляторной батареи. Ну и понятное дело, в процессе эксплуатации емкость аккумуляторной батареи неизбежно понижается, потому что аккумуляторная батарея сульфатируется, пластины понемножку осыпаются, емкость при этом уменьшается при этом емкость аккумуляторной батареи сильно понизится и вы ее выбросить ну и конечно же конечно же емкость аккумуляторной батареи зависит от того как вы ее заряжаете чем больше зарядный ток который вы даете на аккумуляторную батарею тем меньше емкость аккумуляторной батареи потому что химические процессы происходящие в активной массе пластин до конца не завершается а значит аккумуляторной батареи не набирает своей полной емкости а все то что не зарядилась все то конечно же неизбежно засульфатируется и вот видео про методы заряда аккумуляторных батарей что на что влияет как заряжать при постоянном напряжении как заряжать при постоянной силе ток и что из этого лучше видео про это было можно посмотреть кстати очень рекомендую ну и держите свои аккумуляторы заряженными потому что чем лучше заряжен аккумулятор тем меньше он теряет емкость и помните что 99 процентов аккумуляторов идут в утиль именно по причине потери ими емкости вследствие сульфатации сульфатация главный враг аккумуляторных батарей и главная причина по которой их выбрасывает в мусорник но исправную засульфатированные аккумуляторные батареи можно восстановить если у вас есть желание что уже и сделали многие подписчики этого канала и своими действиями своими успехами разбили тот миф что аккумуляторную батарею десульфатировать невозможно а кто утверждает по-прежнему что десульфатация аккумуляторной батареи невозможно тот неуч и темный человек не слушайте всякого рода темных личностей пробуйте дерзайте и у вас все получится ведь у меня же получается